Привет! 5 месяцев назад я снимал обзор на эти колеса EXAR DB508 Ultra И тогда они мне показались более комфортные, чем колеса с более низким профилем И я не смог найти причину этого Ну, как говорится, показалось и показалось Если это нельзя объяснить, то возможно это плацебо Но думал я об этом долгих 5 месяцев И мне кажется, я нашел ответ на вопрос Первое мое предположение было связано с тем, что покрышка при установке на этот обод Становилась шире И сейчас работая над видео о резине О том, какова вообще механика покрышек велосипеда Я много смотрел на колеса, много смотрел на различную резину И вспомнил этот момент И вспомнил эту свою фразу Но на самом деле, если покрышка большего диаметра И в ней такое же давление, как в покрышке меньшего диаметра То она должна быть менее комфортна Это связано с тем, что большой каркас имеет большее натяжение При том же самом внутреннем давлении Вторая же моя ошибка в том, что я многократно говорил о том Что карбоновый обод не может поглощать вибрации от дороги Потому что он слишком жесткий И честно сказать, я до сих пор этого придерживаюсь Смотрите, вот такое большое колесо тоже Высокопрофильное, карбоновое тоже колесо И оно 100% не флексит А то флексит Может быть Но это не флексит точно И еще, знаете, вот это колесо тоже не флексит Хотя профиль здесь ниже По идее, профиль ниже, оно должно быть менее жестким У него сечение меньше Там моменты на рации сечения Вот эта вся история, знаете, рассказывал видео про рамы Здесь то же самое Это большая, грубо говоря, труба Большая труба из жесткого материала Причем она еще и преднапряженная То есть ее спицы вот в эту сторону стягивают очень сильно Поэтому в эту сторону при наезде, например, на препятствие Ей погнуться довольно сложно Ну и она, в общем-то, и не гнется То есть я думаю, что здесь, если деформация какая-то и происходит То это сотые доли миллиметров, скорее всего А вот этот обод, вот этот обод, я думаю, что может и гнуться, флексить И поглощать вибрации И вот как он это делает Я бы сказал, что здесь я долгое время находился в ловушке стереотипов Глядя на колесо и обсуждая его жесткость Какие мы можем выделить направления жесткости колеса То есть как вот оно может деформироваться Ну первое самое очевидное Это когда мы давим вертикально, да, оно может сплющиваться Окей, покрышка сплющивается Обод, как он сплющится То есть вы представляете, вот такую вот штуку как-то погнуть Но она очень жесткая, эта конструкция Она не гнется, у нее очень большой момент на рассечении Второе направление деформации Это вдоль оси То есть латеральная деформация Ну, то же самое Большая коробка, вряд ли Ну и опять же, как это комфортно нашему поможет Мне кажется, никак Ну и очевидно, третье направление Это торсионный изгиб при передаче крутящего момента Да, то есть спицы прицеплены на одном радиусе Покрышка прицеплена на другом радиусе То есть теоретически на обод Ну как теоретически и практически На обод действует Крутящий момент Но опять же, материал настолько жесткий Что вряд ли эта деформация имеет хоть какое-то значение Но есть еще один нюанс Если абстрагироваться от колеса Рассматривать обод как отдельное изделие И рассмотреть его вот в этом сечении То есть если его распилить То мы увидим вот такую коробку И вот она-то уж гнуться может Большая высота стенки Плюс маленькое количество слоев карбона Я могу это буквально продавливать пальцем Я думаю, что здесь 3-5 слоев карбона В зависимости от того, в какой поверхностной плосности Был использован материал И благодаря тонкой стенке Я думаю, что эта коробка может гнуться То есть буквально бортировочная поверхность Вот эта вот вся площадка Будет стремиться при вибрации При наезде на какие-то неровности Вся вот эта часть обода Будет стремиться к той части обода Где закреплены не пиля спиц То есть обод будет буквально плющиться При этом будет деформироваться стенка И волокна карбона, из которых сделан обод Начнут деформироваться и деформироваться по-разному И в зависимости от того, где они находятся Относительно центра дуги Которую будет образовывать стенка Какие-то волокна будут пытаться удлиниться сильнее Какие-то меньше И между ними возникнет трение через смолу И смола, в отличие от карбона Материал вязкий И он может демпфировать какие-то колебания Сами волокна навряд ли что-то там задемпфируют Но именно трение волокон через смолу Может демпфировать колебания И это механизм То есть предположение Я допускаю, что так может быть А вот, например, в этом ободе Так быть не может Потому что он буквально каменный Просто тяжелый, очень много материала И для того, чтобы деформировать стенку здесь Усилие должно быть приложено очень большое И смысла не будет То есть, скорее всего, удар такой силы Пройдет напрямую в велосипед Никакого демпфирования не будет Либо обод сломается Потому что энергия удара будет слишком большой Для того, чтобы вызвать деформацию здесь стенки И то же самое с МТБ ободом То есть здесь элементарно Не хватит длины коробки Чтобы она хоть как-то значительно деформировалась Поэтому здесь тоже я считаю Что колеса вот такой конструкции Навряд ли могут выполнять вот эту вот функцию Не все высокопрофильные колеса такие То есть из тех, которые я знаю Например, у Спеша Ровал обода Тоже очень тонкая стенка Прям проминается У зипов очень тонкая стенка Но кроме толщины стенки Я думаю, что очень важную роль здесь играет и ее форма Если форма будет такая дугообразная Вот как на этом ободе То, скорее всего, этот эффект будет более выражен Но это механизм, это предположение Я не говорю, что это 100% так Потому что у меня нет никакого инструмента для того Чтобы этот эффект замерить Но это хоть как-то объясняет то, что я наблюдал То есть я могу хоть как-то подтвердить свои ощущения Потому что 5 месяцев я об этом думал И никак из головы не выходило Как это возможно Ну вот такой вот маленький выпуск Видео про покрышки, надеюсь, скоро на канале Я его очень долго что-то рожаю Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить Ну а на сегодня я закончил Всем пока